Итак, господа, сегодня мы немножечко поговорим про питоновскую библиотеку Pygain. Ну, я расскажу о ней то, что можно сказать самое общее. Но сразу скажу, что я настоятельно рекомендую ее использовать для самых разных целей. Ну и первый момент это ее название. Название немножечко вводит в заблуждение. Дело в том, что эта библиотека в первую очередь предназначена не для игр. Ну, то есть, когда она начинала создаваться, когда-то много лет назад, в старые времена, она начиналась, рождалась как игровая. То есть, ее первый автор думал, что она игровая. Ну, в общем-то, да, так оно в какой-то мере и есть. Но следует иметь в виду, что в те времена, в те старые времена, когда эта библиотека появилась, всякая развитая графика считалась игровой. То есть, тогда существовала сказка о том, что только для компьютерных игр и нужна хорошая графика. Но, надо сказать, что правда это не было и тогда. Но, тем не менее, это отразилось вот на названии библиотеки Pygame. Библиотека Pygame в первую очередь предназначена для двумерной графики. То есть, она умеет отрисовывать плоские изображения, делает это, в общем, без проблем. Это ее основное назначение. Сейчас я покажу простой пример. Вот здесь я на экран сейчас вывел документацию по библиотеке Pygame. Вот, здесь же есть простые руководства. Только должен сказать, что у этой библиотеки, пожалуй, есть только один недостаток, но и несколько интересных особенностей. Так вот, недостаток ее заключается в том, что, к сожалению, документации исправочных руководств по ней, ну, не то чтобы их мало, но их не так много. Поэтому разбираться придется, в общем, самому. С другой стороны, в данном случае это не является большой проблемой, потому что эта библиотека предоставляет самые, пожалуй, такие простые, в то же время самые важные возможности, которые у нас есть в компьютерной графике. Итак, давайте я сначала запущу простой пример. Потом мы его коротко разберем. Я этот пример взял из документации по Pygame, ну, чтобы далеко не ходить. Но я его немножечко, чуть-чуть изменил по сравнению с тем, что есть в документации. Ну, и еще кое-какие изменения внесем мы прямо здесь и сейчас. Итак, вот посмотрите. Как видите, это библиотека, то есть, что видно сразу по этому примеру. К сожалению, господа, у вас сейчас в интернете, скорее всего, вот это изображение, оно немножечко с запаздыванием показывается. Но здесь показан шарик, бегающий по экрану. И сразу видно, что библиотека Pygame ориентирована на графику анимационную, то есть, динамическую. Ну, говоря немножко дальше, эта библиотека ориентирована на интерактивную графику. То есть, она умеет перехватывать события мыши и клавиатуры. И мы можем в ответ на эти события, соответственно, реагировать так или иначе в программе. Но в данном случае, вот этот пример, который вы сейчас видите на экране, сейчас мы покажем его текст, он нарушенно сделан примитивным. Поэтому, если вы его будете наблюдать вживую на экране, то вы увидите, что этот мячик, он, во-первых, бегает довольно быстро. Во-вторых, он двоится на экране. То есть, у него такой хвостик образуется. И в-третьих, скорость его движения зависит от скорости того компьютера, на котором он запущен. То есть, на более мощной машине он будет бегать быстрее, на более слабой медленной. Это довольно важная особенность библиотеки Pygame. Она не завязывается на какие-то независимые таймеры. То есть, она сделана как можно проще. Хотя, я вам покажу, что, конечно же, при желании мы можем на таймер все же завязаться. Давайте я сейчас этот пример закрою. Потому что в библиотеке Pygame есть модуль Time. Вот я сейчас на него показываю, который в случае необходимости позволит нам вычислять время. Давайте теперь посмотрим на исходный текст этого примера. Вот он сейчас на экране весь. И вот по этому исходному тексту видно, но я это сейчас еще поясню, что библиотека Pygame следует всем канонам компьютерной графики. А именно, она создает окно заданного размера. То есть, размер мы задаем. Вот эти вот два параметра, speed и black, они чуть-чуть попозже. То есть, это вспомогательные параметры. Затем, вот мы, включив окно, вот мы его создали и указали ему размер. Ну, разумеется, это кортеж, сайт, по общим правилам Python. Далее. Загружаем файл с картинкой. И, иными словами, библиотека Pygame умеет работать непосредственно с картинками ресурсов. То есть, картину в данном случае, это картинка, считанная с диском. И, говоря шире, она умеет работать со спрайтами. То есть, я напомню, что спрайтом называется такое маленькое, простое, заранее заготовленное изображение, которое мы можем по-разному использовать. В данном случае, getRect, это функция, которая считывает прямоугольник, описанный вокруг картинки прямоугольник. В данном случае, это просто прямоугольник, который вот описывает, ну, наш мячик окружает. Затем мы запускаем цикл событий, так называемый, event loop. И самое первое, что мы делаем, это мы выбираем из очереди те события, которые оконной системой переданы нашему приложению. Обратите, пожалуйста, внимание, что за один проход оконная система может передать нашему приложению целую кучу разных событий. То есть, если я, например, там, одновременно нажал на клавиши и пять раз щелкнул мышкой, то вот шесть событий будут переданы. Вот. В данном случае мы анализируем только одно событие, Pygame Quit, это событие закрытия окна. И для выхода из программы я тут решил не мудрство, а лукаво воспользоваться функцией sys-exit. Ну, вообще, кто, как бы, сторонник канонов, конечно, скажет мне, что писать, конечно, надо так. Вот. Но это в данном случае не меняет, в сути дела. То есть, это событие закрытия окна exit. Кстати, можете потом попробовать сами закомментировать обработку этого события и увидеть, что окно останется, нажимая на крестик, мы окно никак не закроем тогда. Затем, мы перемещаем прямоугольник нашего шарика, перемещаем, на величину, которая указана вот этим списком. Кстати, господа, вот здесь вот обратите, пожалуйста, внимание, что для указания скорости движения я использую обычный питоновский список. Что, вообще говоря, не очень-то здорово. Потому что мы с вами знаем, что скорость это векторная величина. И вектор это не список. То есть, это нужно немножечко иначе делать. Но я сейчас покажу одну из возможностей. Но в данном случае я поступил таким тупым железобетонным способом. Кстати, обратите внимание, что тут использован список, а не кортеж. Это тоже важно, потому что скорость у нас будет меняться. Вот следующие четыре строчки, они у нас заставляют шарик, ну, мячик наш отскакивать от краев окна. То есть, если у нас окно, шарик вылетает влево или вправо, то мы меняем скорость на противоположную. Вот это, к чему он отскакивает. А это то же самое, если он отскакивает вверх или вниз. На самом деле, повторюсь, что использование списка в данном случае не здорово, но мы сейчас с этим разберемся. Затем. А вот затем идет стандартный для любой компьютерной интерактивной графики ходы. Сначала мы очищаем окно. Затем мы изображаем наш мячик на окне в указанном прямоугольнике. Эта операция называется BLID. Ну и, наконец, последняя операция, которую мы должны сделать, это операция FLIP. То есть, FLIP это переключение дисплея. Господа, в наше время является таким всеобщим стандартом, и подавляющее большинство библиотек это поддерживают. И Pygame, естественно, тоже. Это использование окон отрисовки с двойным буфером, так называемый double buffer. Двойной буфер. Дело в том, что если мы будем, простите, рисовать непосредственно на окне, то у нас изображение на окне будет мелькать, как на старом испорченном телевизоре. Возможно, вы видели, но вот если вы обращали внимание, то в некоторых фильмах, когда показан экран телевизора, изображение на экране телевизора мордает вспышкой. В данном случае это происходит не из-за того, что экран, что телевизор сломан, а из-за того, что частота кадров на телевизоре, который там стоит, и на телевизоре, который нам это все показывает, не совпадают, и из-за этого возникает мелькание. Но дело в том, что старые телевизоры, они имели довольно низкую частоту развертки, из-за этого изображение мелькало, моргало. Но это было, правда, очень давно. Я, если честно, такой телевизор видел только в музее. Так вот, если мы будем перерисовывать на окне вживую, то изображение у нас будет так моргать. Для того, чтобы оно не моргало, мы делаем следующий фокус. Мы делаем область отрисовки двойную. То есть две области памяти задаем под область отрисовки. При этом одна область отрисовки у нас показана на экране, и в данный момент видна. Вторая область отрисовки спрятана, и на экране не видна. Так вот, когда мы выполняем команды отрисовки, мы рисуем на невидимой, спрятанной области. То есть на заднем буфере, как говорится. Когда мы отрисовку закончили, и готовы теперь изображение показать, мы переключаемся на передний буфер. Вот эта операция переключения буферов, которая бывший задний буфер делает передним, а бывший передний задним. И мы можем теперь приступить к рисованию следующего кадра. Она и называется Flip. То есть переключение. Переворот, грубо говоря. Вот. То есть, как видите, библиотека Pygame следует здесь вполне общим канонам. И что, в общем, в дальнейшем, в будущем облегчит, если у нас такая необходимость возникнет, перевод нашей программы на другие, более современные, ну, вернее, не более современные, неправильно, но на более такие развитые библиотеки, типа, там, OpenGL, DirectX, если надо, и так далее. Но, кстати, должен, забегая несколько вперед, сказать, что библиотека Pygame дружит с библиотекой OpenGL. То есть, если нам от OpenGL нужно не очень много, то можно ее использовать прямо отсюда. Следующая, господа, особенность библиотеки Pygame, то есть, вот это первая особенность. Вторая особенность. Это то, что координаты на экране задаются только целыми числами. Обратите, пожалуйста, внимание, что координаты целочисленные все. Задать координаты с плавающей точкой библиотека Pygame не умеет. Это и хорошо, и плохо. Дело в том, господа, что мы с вами хорошо знаем, что компьютерная графика по природе своей является растровой. То есть, чтобы как бы мы там не изгалялись, но в конечном счете рисуем мы на растре, то есть, на наборе пикселей. И, естественно, координаты пикселей на экране будут целочисленными. Это само собой. Поэтому, если мы хотим добиться от нашего компьютерного оборудования максимально возможной скорости, максимально возможной простоты, то, конечно, мы должны оперировать с координатами целочисленными. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут есть одна проблема. Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно на восьмую строчку. В данном случае у меня скорость движения шарика получается равная 1 пиксель на перемену кадра. Но, кстати, должен сказать, что частота смены кадров в библиотеке по идее настраивается. В данном случае частота принята по умолчанию 30 кадров в секунду. Значит, шарик у меня движется приблизительно со скоростью 30 пикселей в секунду. Но должен обратить внимание, что это, разумеется, приблизительно. Потому что, когда мы говорим, это тоже надо помнить в компьютерной графике, такой момент есть, что если мы говорим, что частота кадров у нас равна 30 пикселей в секунду, 30 фпс, вернее 30, извините, кадров в секунду, простите, конечно же, то это не надо думать, что у нас в каждую секунду будет ровно 30 кадров. Это частота в среднем по больнице. У нас какие-то кадры могут двигаться чуть быстрее, то есть в какую-то секунду у нас может оказаться кадров 20, в какую-то 40. Но, конечно, хорошие видеокарты стараются, чтобы все-таки таких больших колебаний не было, чтобы там в пределах 2-3 кадра было. Но библиотека Pygain на этим вопросом не заморачивается. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на следующую любопытную особенность. Вот я еще раз запустил окно. А теперь я попробую это окно перетащить по экрану. Посмотрите. Видите, шарик остановился? Я тащу экран, окно. А теперь, пожалуйста, посмотрите внимательно, откуда шарик продолжит свое движение. Видите, он продолжил движение с того же места, где остановился. Вот еще раз. Раз. Видите? Вот это происходит именно потому, что временной промежуток между кадрами определяется именно из соображений в среднем по больнице. В этой связи, если мы хотим, чтобы движение было более или менее равномерным, нам с вами необходимо как-то эту скорость делать более плавно. На этот счет есть различные подходы. Ну, если бы мы с вами обсуждали этот вопрос лет 10-15 назад, я бы вам рассказал, что есть различные целочисленные алгоритмы. Ну, один из самых известных называется алгоритм Брезенхама, который позволяет получить при работе с целыми числами эффект плавности, ну, такой же плавности, как и при работе с числами с плавающей точкой. Если нам необходима графика, то есть, ну, лет 10-15 назад я бы рассказал про эти алгоритмы в любом случае. Сейчас я скажу так. Эти алгоритмы работы с целочисленными растрами необходимо изучать лишь в том случае, если нам нужна компьютерная графика особо высокой точности. Очень высокой точности. Мне лично, известен только, ну, такие случаи есть, это я знаю точно, но вот лично я сталкивался с необходимостью реализовывать это на практике, в наше время не сталкивался, ну, в наше время, в старое время насталкивался. А разговоры об этом я слышал только в одной ситуации, когда обсуждалась компьютерная графика для медицинского оборудования. Ну, и там, в конце концов, вот в том конкретном случае, было сочтено, что это не целесообразно. Но, повторюсь, я, разумеется, не расписываюсь за все случаи. Но, все-таки, все-таки, целочисленные алгоритмы с пользовательской стороны, то есть имеется в виду не с системной, а вот именно с нашей стороны, с прикладной стороны, вот так, это в наше время ситуация нетипичная, хотя и встречающаяся. Поэтому нам было бы удобнее все же задавать координаты при помощи чисел с плавающей точки. А вот в этом-то тут и заковыка. К сожалению, как мы ни крути, но библиотека Pygame работает только с целочисленными координатами. Поэтому при попытке задать, допустим, скорость с плавающей точки, она у нас будет округлена либо до нуля, либо до единицы. А если нам нужна скорость 0,3, то в лоб нам это сделать не удастся. Но оказывается, есть довольно простой обходной маневр, который в библиотеке Pygame работает почти всегда. Один из вариантов, ну, есть несколько вариантов, как это сделать, можно разумеет. Обратите внимание, что функция math.round не подходит в данном случае. Потому что она округлит скорость либо до нуля, либо до единицы. А это нам, к сожалению, не в кассу. Так вот, самый такой, пожалуй, железобетонный способ. Господа, я сразу скажу, что я сейчас не буду показывать вам пример со стопроцентной аккуратностью, потому что по-хорошему, чтобы двигать мячик по экрану, я должен создать класс, создать экземпляр, Дмитрий, а, кстати, это без разницы. Вот мне тут задают вопрос, что речь в данном случае шла не о скорости, а о координатах. Так вот, это на самом деле без разницы. Потому что координаты внутри библиотеки Pygame хранятся тоже в целочисленном виде. Если мы возьмем координаты шарика, прибавим к нему 0,3, а потом округлим обратно, то у нас получится исходное то же число, что и было. А если мы прибавим 0,8 и округлим, то получим число на единицу большее, чем было. Это в любом случае не то, что нам надо. То есть я еще раз скажу, что для аккуратного решения этой задачи в целых числах существуют алгоритмы, но я сейчас покажу более простой и более востребованный вариант. Так вот, господа, класс я сейчас создавать не буду, я вместо этого воспользуюсь еретическими глобальными переменными. Да, но мы с вами знаем, что использование глобальных переменных это ересь, ну а в данном случае это такая ересь, что кастром пахнет. Вот, но я думаю, вы меня простите и в будущем напишите этот фрагмент программы как положено. Ну, разумеется, на наших курсах мы будем писать как положено. Итак, для этого мы воспользуемся библиотекой работы с числами, ну, численных методов, которые называются NumPy. Мы ее импортируем вот таким вот способом, то есть задав ей псевдоним НП, а со скоростью и координатой мы немножечко переиграем. Скорость мы зададим как массив 0,2, запитаем 0,2 детайп равно NP-флот 32, то есть тип указали 32-разрядное число с плавающей точки, POS равно NP-эррей. Ну, а местонахождение давайте зададим так. width пополам. Обратите, пожалуйста, внимание, что я в данном случае использую деление с плавающей точкой. Да? То есть, если бы я использовал целочисленное деление, я должен был бы написать вот так. Мы используем деление с плавающей точки. вот. А вот теперь мы сделаем следующий фокус. Смотрите. Вот мы задали положение и скорость нашего шарика. Ну, давайте зададим для разнообразия здесь не 0,2, а 0,3. Вот так. Да? Теперь мы сделаем вот что. Вместо того, чтобы шарик передвигать, мы в лоб укажем, где он должен находиться, где должен находиться его центр. Но для этого нам нужно массив преобразовать в список. Говорят, алгоритм Брезенхама принципиально целочисленен со времен, когда еще не было процессоров вообще. Именно я именно об этом и говорю. Что в данном случае я использую не алгоритм Брезенхама, а просто работу с плавающей точкой. И действительно, по сути, алгоритм Брезенхама выполняет именно округление. Это именно так. Но в наше время этот алгоритм мы в данном случае используем, повторюсь, в лоб только в том случае. Вот, кстати, в окошке семинара предлагают ссылочку. Но в данном случае мы используем этот алгоритм лишь в том случае, если нам нужна графика высокой точности. Тогда да. Если нам нужна графика обычной точности, то достаточно обычная работа с плавающей точкой. Повторюсь, как правило, мы так и делаем. Короче говоря, господа, нам нужно массив из двух чисел с плавающей точкой преобразовать к целому. Мы это сделаем вот таким вот образом. и преобразуем его в трафтэш. Потому что свойство центра это трафтэша с двух цел. Господа, я сейчас позволю два слова сказать. Дмитрий, алгоритм посвящен миниям и всяким кривым типа эллипсов и парабол. Отчасти. Отчасти. Значит, действительно, если вы откроете литературу по алгоритму Бридзенхама, то он будет посвящен линиям и кривым. Первую очередь. Но это особенность не алгоритма, а описывающая его литературу. На самом деле, в данном случае, там, где мы рассчитываем движение шарика, то движение это, по сути, тоже прямая или кривая какого-нибудь типа. Так что применение алгоритма Бридзенхама в данном конкретном случае имеет все железобетонные основания. Если бы мы собирались его использовать. Так что в данном случае это как раз таки линия или кривая. Но должен сказать, что он применяется не только для рисования линий. Например, алгоритм этот же самый алгоритм по сути может применяться в банках для расчета процентных ставок. Точнее выплат по процентным ставкам. Хотя это вроде бы кажется немножко странным на первый взгляд, но и на второй взгляд нет. Потому что денежная сумма тоже считается целочисленной целых копеек. Ну и соответственно при необходимости расчета выплаты процента мы получаем типичную линейную выплату на линейную процентную и действительно расчет идет примерно таким образом. Давайте мы разговор об этом алгоритме закроем. Простите, одну минуточку. подождите, господа, давайте я сейчас закончу, подойду. господа, позвольте мне на этом разговор об алгоритме Бризенхама закончить, потому что сейчас у нас немножко другая тема. Но из-за корректа, Дмитрий, да, вы правы. Итак, господа, вот мы преобразовали массив в кортеж и теперь мы можем на самом деле чего мы тут еще не сделали это мы скорость не сдвинули. То есть это мы воспользовались стандартной функцией. Ну и отскок от стенок остается у нас по-прежнему таким же, потому что массивы работают тоже так. Вот давайте теперь посмотрим, что у нас получится. Теперь мы с вами увидим, что шарик у нас должен двигаться несколько минут. ну вот на первый взгляд может быть это незаметно, хотя в общем это видно, но давайте я сейчас дам ему скорость поменьше. Допустим умножить на 0,1. десерту. Вот видите, он стал у нас двигаться почти плавно. Но если вы обратите внимание, посмотрите еще повнимательнее, то вы увидите, что он движется все же небольшими рывками. Это причина в том, что в данный момент у нас выключено то, что называется антиалиез. К сожалению, ввиду того, что библиотека Pygame работает принципиально с целыми числами, антиалиез, ну то есть сглаживание графики, называемое на жаргоне антиалиез, с ней возможно только в том случае, если мы имеем дело не со спрайтами и не с картинками, как сейчас, а с графическими примитивами. То есть если мы рисуем окружности, линии, что, разумеется, там возможно. То есть я сейчас рисование линии окружности показывать, ну позволю себе не показывать, потому что, поверьте, это делается достаточно тривиально. Для этого у нас существует вот модуль draw. И вот здесь у нас есть прямой многоугольник, многоугольник, окружность, эллипс, дуга, линия. А вот это вот линия со сглаживанием. Вот. То есть все это здесь. Позвольте, теперь давайте я это уберу, но давайте мы теперь сделаем, чтобы у нас все-таки наш объект двигался в более или менее реальном времени. для этого мы воспользуемся модулем time. Воспользуемся отсчетом времени. Функция getTix. Она у нас снимает системных часов количество миллисекунд, которые прошли с момента инициализации библиотеки по идее. То есть с момента вызова функции int. Сколько миллисекунд прошло в данном случае мы берем начало отсчета. А дальше мы делаем простую довольно-таки вещь. Смотрите. Считываем часов текущее время. Кстати, господа, обращаю ваше внимание, что название функции getTix оно немножечко такое древнее, потому что тиком вообще-то называется не миллисекунда, а такт процесса. Но функция getTix нам возвращает количество миллисекунд. Кстати, в целом и до целого числа. А затем мы сделаем так. t, t равно t маленькое t маленькое минус t большое деленное на тысячу. То есть переменная t маленькая у нас теперь равна числу секунд, которое прошло с момента прошлого кадра. ну и в простейшем случае нам теперь надо умножить скорость на время прошедшее время. Но вы увидите, что шарик сейчас будет двигаться довольно медленно, потому что времени естественно прошло немного со скоростью 0,3 пикселей в секунду. Теперь обратите внимание, эта скорость уже не пикселя за такт, а пикселя в секунду, потому что мы вот учли скорость. Смотрим. Видите, он такими рывками движется. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что он движется рывками. Это происходит из-за того, что библиотека Pygame не может сдвинуть его меньше, чем на 1 пиксель. Поэтому оно дожидается, пока он на 1 пиксель сдвинется, и после этого его сдвигает на 1 пиксель. Кстати, должен сказать, расскажу одну такую историю, которая произошла у меня в одной из групп. В одной из групп меня попросили при моделировании компьютерной графики смоделировать что-нибудь реальное. То есть, не просто ведущий шарик, а что-нибудь настоящее. И вот в качестве чего-нибудь настоящего мы после совещания решили смоделировать движение Земли вокруг Солнца. Солнце там изобразили Землю и вот чтобы Земля вокруг Солнца вывелась. И вот мы взяли все данные справочника присчитали, вывели картинку, а она стоит. Просто стоит и все не движется. То есть, все нормально, но картинка стоит и не движется. Кто догадался почему? господа, дело в том, что мы все данные подзяли из справочника. Таким образом у нас получилось движение Земли вокруг Солнца с реальной скоростью. Стало быть, для того, чтобы заметить ее движение, мы должны были на экран смотреть хотя бы двое-трое суток. Потому, что только за это время Земля сдвигается на какое-то заметное расстояние. Вот, поэтому на самом деле у нас было все в порядке, просто движение и вправду было мент. Но давайте сейчас я сделаю движение побыстрее. Ну, скажем, 20. теперь видно, что мы можем управлять скоростью более или менее реальным. Ну, и наконец, ну, наконец, не наконец, но давайте посмотрим, можно ли у нас как-нибудь управлять клавишами. Да? Оказывается, можно. Для этого у нас есть модуль event. Да? вот у этого соответственно события, вот класс есть event, который представляет собой событие. Да? И у этого события есть типы. Вот они, типы, которые могут быть естественно разные. Да? Вот. И вот какие они могут быть? Сейчас мы посмотрим. Так что-то есть тут не в них. они должны быть. Вот. Вот они, типы событий, которые возможны. Да? Ну, давайте я сейчас попробую сделать так, что когда я нажимаю на клавишу, ну, скажем, на какую клавишу? Ну, например, на клавишу Q. или на клавишу плюс на цифровой клавиатуре, чтобы у меня шарик начал двигаться быстрее. Когда я нажимаю на клавишу минус, чтобы он начинал двигаться мир. Давайте попробуем сделать так. Для этого мы должны сделать вот сюда мы должны добавить elef event.k равно pygame.k up Господа, вот тут есть одна небольшая тонкость. Если мы хотим сделать так, чтобы у нас... Господа, я прошу прощения, одну минуточку технически небольшой, маньян. ну ладно, разберемся. Вот, и так. давайте мы сейчас просто выведем на экран, какая же клавиша была нажата. по-моему, по-моему, это свойство называется бутон. Да, господа, я прошу прощения, если вдруг нас сейчас отключат от вебинара, но я уже почти все рассказал, но я думаю, что я все-таки кое-что показать еще по-моему, по-моему, вот так. Я, к сожалению, некоторым вот есть такая болезнь, стремилась. А, что-то она у нас не срабатывает. Ну ладно, господа, давайте я сейчас этот момент немножечко отложу. Ну, короче говоря, вот таким вот образом, ну давайте я сейчас сделаю вот так. Ну, скажем, плюс равно np array 1 1 detay равно np я просто, к сожалению, забыл код клавиши, в какой переменной идет, но бывает иногда. Вот так. Это я зря. Ну, вот сейчас увидите, что если я буду нажимать на любую клавишу, то у нас шарик будет обдвинуться быстрее. Вот смотрите. Видите, скорость его увеличивается. Давайте побыстрее увеличивается ее застали. как-то изрядно беспорядочно меняется. Сейчас она движется прямо. Вот объяснение, это явление, видимо, еще ждет своего объяснения. ну да, совершенно верно. Если мы добавим еще и ускорение, то мы получим шарик прыгающий. Ну, господа, прыгающий шарик это мы разберем уже на занятии. Меня на самом деле интересует, почему что вот это за явление такое странное. Почему он движется кривом кейнер? А! А! Ваша правда! При отскоке скорость меняет знак, а я прибавляю всегда положительное число. А если так? Ну, только не здесь это отдельное объект. О! Вот! а вот это господа симптом того, что он залетает за край экрана. Кстати, это тоже известный дефект. В компьютерных играх он проявляется тем, что мы иногда попадаем между стенками. Внутрь стенки застреваем. расчет отскока надо делать более детально в программе. Ну, господа, и на последующих давайте я покажу вам чисто демонстрационные примеры. В состав библиотеки Pygame входит еще и парочка демонстрационных примеров, которые показывают, что она в принципе умеет делать. Ну, на самом деле эта демонстрация весьма неполная. Вот. Ну, все же хоть что-то. Вот. Ну, вот, например, пример. Это разлетающиеся звезды. Это такой стандартный простенький примерчик. Вот это вот пример с деформацией изображения. Кстати, все эти примеры есть в исходниках. Вот, пожалуйста, пример деформирующей изображения. Ну, вот, то, что там картинка с небольшими дефектами, это не из-за того, что Pygame плохо работает, это просто картинка взята с низким разрешением. Вот. Ну, что тут еще можно посмотреть? Например, прокрутку изображения. вот. Вот это вот она демонстрирует щелчок на те или иные области экрана. видите? То есть, мы здесь просто с изображением играемся. я не знаю, скорее всего, это не получится, но я попробую. Теоретически Pygame умеет не получилось. Теоретически Pygame умеет считывать изображение с камеры, но просто сейчас камера у меня немножечко не настроена. Ну, и, наконец, напоследок я покажу вот такую демонстрацию, которая показывает, что библиотека Pygame на самом деле неплохо дружит с библиотекой OpenJ. То есть, если нам с вами не нужны какие-то особо большие сложности, то мы можем воспользоваться для отрисовки внутри Pygame библиотекой OpenJ. Но, в данном случае, если вы обратили внимание, по краям куба имеются артефакты, в реальной библиотеке OpenJ. их, конечно, нету, но это не потому, что Pycute что-то там неправильно делает, это просто потому, что эти артефакты в данном случае созданы нарочно, чтобы показать, что OpenJ. и Pygame умеют рисовать одновременно. Линии нарисованы средствами Pygame, а кубик средствами OpenJ. поэтому эти артефакты тут созданы нарушены. Кроме того, эта библиотека умеет еще проигрывать звук, проигрывать MIDI-файлы всяческие. В общем, короче, базовую часть компьютерной графики она содержит. Притом, она, как видите, довольно проста и, в общем-то, ее не отходя от кассы сумел вам, ну, даже если не брать примеры, вот чисто манипулируя вот с этим простеньким примером, определенные интеллектуальные вещи сумел соорудить прямо вот на месте. Господа, есть ли ко мне какие-нибудь вопросы в данный вопросов в данный момент? Пока с вопросами думаете. У нас существует в нашем центре ряд курсов по языку Python и по компьютерной графике. Вот. Библиотека проигейма у нас отдельно читается только в курсах для школьников, то есть наш курс программирования на языке Python для школьников содержит изучение библиотеки поигейм, но также она иногда применяется и в других курсах. Главным образом это Python вторая часть, где посвящена объектно-ориентированному программированию. Правда, сразу скажу, применяется она там не всегда, но может и применяться. И немножечко она используется в курсе Python четвертая часть. Но это, правда, зависит от того, какую группу задач преподаватель выберет, но целенаправленно именно и посвящен курсу программирования на языке Python для школьников. Если быть более точным, то библиотека поиге это там одна из разбираемых тем. Вот. Ну, господа, как бы, на этом у меня все. Если ко мне какие-нибудь вопросы есть, то, пожалуйста, пишите мне на почту. Я постараюсь ответить. Вот мой почтовый адрес. Я его, не отходя от кассы, напишу прямо здесь. Вот. Ну и на более детальные вопросы постараюсь ответить уже на курсы. Ну и до следующих встреч при разных обстоятельствах. с